Зарегистрироваться в качестве предпринимателя дело не хитрое, но насколько тяжело оставаться на плаву и развивать свой бизнес? На эти вопросы нет единого ответа, как и нет специальной формулы успеха. Однозначно можно сказать, что все дело в трудолюбии и деловой хватке. Люди по разным причинам приходят в бизнес, а для некоторых нужен лишь небольшой толчок. О таком государственном стимуле в виде грантовой поддержки и пойдет речь в сегодняшнем сюжете. Общий объем бюджетных сигнований под программу в 2016 году составил 3 миллиона 450 тысяч рублей. Прием заявок проводился с 1 по 30 сентября 2016 года. Итого грантов получили 11 субъектов малого предпринимательства. А прогнозом в соответствии с их бизнес-планами будет создано дополнительно 92 новых рабочих места. Будет выпущено продукты на 102 миллиона рублей и около 5 миллионов рублей в налоговых платежей дополнительно поступят в бюджет Балаковского муниципального района. Из доклада Галины Кириленко становится ясно, что грантовая поддержка востребована предпринимателями Балаковского района. Но вот насколько эффективно реализуются заявленные проекты, мы решили проверить. И отправились к первому респонденту в село Хлебновка. Это вот коровы у меня, которые я закупила благодаря гранту. Три с Поливодинска, с Азинского района. Вот идем мы дальше. Вот с Азинского района и бычки племенные, которые я закупила в Азинском районе. Только коровы. Только коровы я хотела, я мечтала и только коровы. А это лично на мои средства, это для души, это коровы, свиньи, бараны и кролики. Это я для своей нужды, для своего личного пользования. А коровы, вот я писала на грант на коровы, я и приобрела коров. У меня их сейчас уже большое количество. Да, я занималась, я же изначально же говорила, я с 58 тысяч начала, которые мне в центре занятий давали. Я начинала, я купила там одну корову, вторую корову. А там дальше уже пошла и поросятки, свиньи, бараны, кролики. Это вот с 58 я уже вот это все развела. А тут вот, которые сейчас дали мне грант 300 тысяч, я приобрела уже дополнительно еще коров. И плюс еще бычков племенных. Нет, я приехала с города. Я здесь живу 9 лет, да, 10-й год. Когда я жила в городе, мне не нравилось. Но город не для меня. Я люблю вот деревни, вот это вот. Я вот сейчас всем довольна, я всем довольна. Ярмарка. Наша, наша Балаковская ярмарка возле вокзала. Только там все честно, хорошо и нормально. И люди туда идут много. А зачем где-то еще? А вот посмотрите, как мне невыгодно. Видите? И я дальше планирую больше и больше. Невыгодно тем, вот, которые сидят дома на диване, да. И вот, вот зачем это надо. А мне вот не надо. Я не сижу на диване. С утра до вечера я здесь вот нахожусь в этом помещении, в сараях и везде все остальное. И вот здесь невыгодно, видите, процветаю. Следующий предприниматель создает кабинет восстановительного лечения. Ну, работаю я в медицине 10 лет. Стаж работы у меня. Работал в физиотерапевтическом отделении, в отделении восстановительного лечения. Ну и пришел к такому выводу, что нужно работать все-таки на себя, развивать медицину в своем городе. И вот решил открыть кабинет восстановительного лечения. Так как опыт работы имеется большой. Ну, я бы не сказал, что большая конкуренция, как бы мы, я думаю, что люди пойдут. Ну, от государственной поддержки узнал от знакомого. Тем самым я пришел в отдел потребительского рынка. Мне дали информацию. Ну, какие-то сложности, конечно, вызывало, потому что, как бы, много информации, как бы, много документов. Но все поэтапно прошли, все подготовили, все нормально. Опять же, Галина Анатольевна помогла очень с этими вопросами. Отдельное спасибо ей. В этом кабинете будет отделение, ну, точнее, кабинет восстановительного лечения. Он включает в себя как раз массаж лечебный, классический. И в дальнейшем будет физиооборудование стоять. Точнее, у нас даже часть уже куплена. Будет прием физиотерапевта. И будет такое комплексное лечение. Об этапах создания и запуска спортивного зала расскажет наш следующий герой. Я сама занимаюсь спортом уже около трех лет. И непосредственно в тренажерном зале. А мысль пришла о том, что слабо развита тяга молодежи к здоровому образу жизни. И наряду с этим у нас очень много альтернативных вариантов развлечений. Таких как кальян-бары, просто бары, ночные клубы. И хочется все-таки внутреннее стремление появилось. Или направить молодежь к здоровому образу жизни. Ну, на самом деле, идея пришла очень просто. Я на данный момент являюсь выпускницей академии. И нахожусь на последнем курсе. Меня, как любого студента, волнует вопрос о том, куда я пойду дальше. Не очень много вариантов у нас с трудоустройством в Балакова. И как раз вот все сложило и стремление улучшить наш город и найти себе работу. Поэтому я пришла к мысли, что можно это все совместить и получится хороший вариант. О государственной поддержке я узнала от знакомых, поскольку несколько лет назад они уже участвовали в данной программе. Получили грант, смогли, реализовали свою цель. И это вдохновляющим шагом для меня стало. Я подумаю, что почему нет, тоже смогу. Пакет документов, ну, я не скажу, что это было очень тяжело, потому что, когда я пришла за консультацией в администрации, мне все понятно объяснили. Мне оказали, в том числе, и моральную помощь. Поэтому мне это удалось. Ну, не очень тяжело. Конечно, пришлось использовать дополнительные средства инвесторов, потому что тренажерный зал не так легко создать. Здесь колоссальные вложения нужны. По поводу того, чтобы развиваться в этом направлении, на данный момент есть цель сделать именно это место максимально качественным, максимально комфортным. То есть, ну, сфера услуг – это такая сфера, в которой можно совершенствоваться бесконечно. И именно этот зал, вот, мое искреннее желание сделать максимально комфортным, максимально доступным, окружить людей всевозможными удобствами, заботой и сделать такое маленькое уютное место. Надо отметить, что многие грантополучатели только начинают реализацию своих бизнес-планов. Поэтому мы продолжим рассказывать об успехах и трудностях балаковских предпринимателей. И надеемся, эта информация будет полезна людям, желающим открыть собственное дело.